Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о самом сердце Малой Азии, о том народе, который пока еще не был освящен в наших лекциях, о его государстве, которое было создано на развалинах Великой Хецкой державы, о Великой Фригии и о фригийцах. Напомню, что в нашей предыдущей лекции мы с вами вместе с воинами Александра Великого остановились под стенами столицы Великой Фригии, городе Келени. Как пишет знаменитый античный историк Квинт Курций, но, пожалуй, самый известный историк, который оставил нам сочинение об Александре на латинском языке, посредине этого города, вот хочу сейчас показать вам наш первый слайд, посреди столицы Великой Фригии протекает река Марсий, прославленная в греческих легендах. Марсий так звали одного из селенов, сатиров, мифическое существо, якобы обитавшее в реках по представлениям древних эллинов. Мы еще об этом поговорим. Так вот, именем этого сатира Марсия была названа самая большая река в Великой Фригии. Эта река, пишет Курций, берет свое начало на самой вершине горы и с большим шумом низвергает свои воды, настоящую внизу скалу. Затем, растекаясь, орошает прилегающие поля, оставаясь прозрачной и несущей только свои воды. Вот почему цвет ее воды, подобный цвету спокойного моря, дал основание для поэтического вымысла, будто бы нимфы, полюбившие эту реку, пребывают здесь всегда на скалах. Значит, вот, видите, еще раз мы встречаемся с доказательством того, что греческие мифы были тесным образом связаны с территорией Малой Азии. И даже нимфы, по их представлениям, вот жили в основном в этой реке, протекавшей в самом центре Великой Фригии. Итак, мы с вами сейчас говорим о городе Келены. Персидский сатрап, управлявший этим городом, то есть наместник персидский, бежал. Но в крепости еще оставался гарнизон корейцев и греческих наемников, которые, еще раз напомню, составляли самые лучшие отборные войска персидского царя, именно греческие наемники. Вообще, город Келены, как и большинство городов Малой Азии, стоял на очень высокой отвесной скале. Ну вот, давайте мы сейчас поближе посмотрим одну из таких скал. Кремль в этом городе, как пишет Курция, представляет собой отвесную со всех сторон гору. Когда в этот город пришли вестники Александра с предложением сдаться, посмотрите, какой красивый вид, это естественная природа, ветры выдали вот такой проход в скале. Так вот, когда в город пришел вестник Александра, то жители привели его к башне, выдающейся своим расположением и укрепленной, и предложили посмотреть, какая высота, и передать Александру, что он и местные жители по-разному расценивают укрепление города. Они лично считают их неприступными, а в крайнем случае готовы умереть по долгу верности. Впрочем, как добавляет Квинкурция, когда они увидели, что крепость осаждена со всех сторон, и что у них с каждым днем становится все меньше запасов, они заключили перемирие на 60 дней и обещали сдать город, если в течение этого времени Дарья не придет им на помощь. Ну вот, наверное, для современного человека это немножко странные методы ведения войны. Вам предлагают подождать два месяца, и если помощь не придет, они обещают сдастся. Александру тогда это показалось значительно выгоднее, чем осаждать довольно неприступный Кремль, в то время, когда он предполагал двигаться дальше. Он оставил возле Килен сторожить крепость, примерно полторы тысячи солдат, сам пробыл здесь 10 дней и двинулся дальше. И, наверное, жители бы даже сдались, но это редкий случай. Действительно, через два месяца пришли персы, и этот город не был взят. Но поскольку у Александра были совершенно другие планы, то вот на такие крепости, остававшиеся в его тылу, он не очень обращал внимания. Для него самым главным было встретиться в столице Великой Фриги, в городе Гордии, со всем остальным войском. Поэтому он предпочитал часто разумное решение такому показному геройству. Между прочим, интересно, что наместником вот в этой области, которая только наполовину была завоевана, он оставил Антигона, брата своего школьного товарища Марсия. То есть распространенное такое дело. Антигон был прекрасным организатором, ему нужно было урегулировать все дела вот в этой полузахваченной провинции. А на самом деле Александр не просто грабил эти территории, он действительно сразу создавал администрацию, управление, потому что он пришел не как захватчик, но как устроитель нового мира. И так его войско после 10-дневного отдыха двинулось дальше. Как я уже сказала, поход, в общем-то, был не очень обременительным. Без боя они проходили огромные территории, целые провинции. И персы повсюду на суше отступали. Но другое дело было на море. Помните, мы с вами говорили, что главнокомандующий персидской армии Грек Мемнон именно на островах, на море, сосредоточил огромные силы. Это была ударная сила Дария на тот момент. И именно потому, что решено было разжечь гражданскую войну непосредственно на территории самой Греции. Вот давайте мы сейчас посмотрим наш следующий слайд с корабликом, поскольку будем говорить немножечко о море и о Мемноне. Мемнон захватил все прибрежные острова возле Малой Азии. Ну, например, остров Хиос ему сдали изменой. А оттуда он поплыл к острову Лесбосу. Мы сейчас не будем ничего говорить о лесбиянках. Мы будем говорить только об этом острове в связи со смертью здесь великого полководца Мемнона. Вот на этом острове расположен до сегодняшнего дня довольно крупный город, но тогда очень крупный город Метилены. Метиленцы не захотели сдаваться обратно перцам. Они уже поклялись верностью Александру. Но оказались одни, потому что все остальные города этого острова сдались. Вот сейчас вы видите перед собой монетки этого острова, античные монеты до нашей эры и после нашей эры. Вот это, кстати, монета до Рождества Христова от Чикани, вот примерно в период Александра. И на ней изображен Геракл. Это был популярнейший герой греческих мифов. Его нередко печатали на многих античных монетах. Напомню, что Александр считал его одним из своих предков. Так вот, город Метилены, вы сейчас видите его на своих экранах, оказался практически один. Его окружили с моря, с суши, с суши даже двойным палисадом. Поставили пять фортов, стерегли гавань, пристань. И на самом деле, вот единственный город, который пытался остаться верным Александру, был окружен со всех сторон. Но тут Мемнон заболел и умер. И смерть его вот на этом острове, во время осады вот этого города, на острове Лесбос, возле города Метилены, стала в ряду других событий еще одним ударом для персидского царя. Вот вы видите перед собой еще раз крепость Метилены. Мемнон поручил, умирая, передать свою должность родственнику, племяннику Фарнабазу. Но поскольку Мемнон был породнен с персидской семьей, я напомню, что его сестра вышла замуж за персидского сатрапа, то в их полугреческой семье были распространены вот такие персидские имена. Итак, Фарнабаз, племянник Мемнона, повел очень энергичную осаду города. Вот, пожалуйста, посмотрите, это раскопки на территории города Метилены. И жители этого несчастного города, не видя выхода, запертые фактически со всех сторон, заключили Фарнабазом следующее соглашение. Метиленцы действительно разорвут все договоры, заключенные с Александром, станут союзниками Дария, вернут своих изгнанников, даже вернут им половину их имущества. Ну и фактически, вот таким образом, не по доброй воле, но под принуждением, Лесбос и Метилены, вы видите сейчас, как и полагается в любом античном городе этой территории, гору, на горе крепость. Вот этот город сдался обратно персам. Как, в принципе, и большинство городов, о которых мы сейчас с вами говорим, они временно отпали от Александра по причине владычества персов на море. Вынуждены были изменить данному слову. Сейчас я вам хочу показать человека, который жил задолго до писанных событий, но зато он уроженец этих мест. Это знаменитый Питакус, мудрец, уроженец острова Лесбос, который входил в число прославленных семи мудрецов, то есть самых мудрых людей на земле, которых греки выделили в античности в особую когорту. Перед вами мозаика III века до н.э., муза Калиопа, муза истории и семь мудрецов. Вот среди них есть и Питакус, уроженец этого острова, очень крупного, на котором умер Мемнон, решив таким образом, я считаю, исход персидского похода во многом. Но, тем не менее, вслед за Метиленами, вот такие крепости в основном в античных городах на побережье Малой Азии, на островах, крепости построены и древними эллинами, и крестоносцами, которые позднее здесь в Средневековье отражали набеги турок, сельджуков и османов. Город этот был сдан вслед за следующими городами. Вот так сейчас выглядит современный город Метилены. Надо сказать, что Форнабас сумел под нажимом заставить и другие соседние острова перейти обратно на сторону персов, как пишет один из античных авторов, скорее от страха, чем по доброй воле. И вот, учитывая создавшееся положение, Александр очень быстро понял свою ошибку и приказал антипатру, своему наместнику в Македонии, немедленно вновь собирать военные корабли, деньги на их снаряжение, для того, чтобы нести охрану островов и самой Эллады, где, в общем-то, со дня на день буквально ждали вторжения варваров. И вот в это очень тревожное время, когда война буквально могла перекинуться на сторону, уже на территории Эллады, наконец, после многонедельных, ежедневных переходов зимой и по весенней распутицы, армия Александра пришла в городе, столицу Великой Фригии, где она и соединилась. Потому что в этот город шли разными путями, по крайней мере, две части этой армии. Туда, как я уже сказала, одновременно прибыл и Парменион, маршрут которого нам неизвестен, и пришли отпускники из Европы, молодожены, которых после первых побед Александр на зиму отпустил к своим родственникам. Вообще этот поступок, как отмечают многие античные авторы, снискал Александру очень много благодарности и симпатий. Я вам напомню, что вообще Александр Македонский старался не только героизмом, славой победителя прославиться, но и добрыми делами завоевать себе популярность. Вот, например, еще при Гранике первой значительной битве, помните, он лично обошел всех раненых, освободил родственников всех погибших от уплаты долгов на вечные времена. И вот здесь он тоже проявил по-человечески очень хорошую черту, хотя многие современные исследователи пишут, что это вот такой популизм. Ну, наверное, мы просто очень испорченные люди на сегодняшний момент, поэтому для нас все только популизм. Но Александр не был депутатом, ему не нужно было завоевывать электорат, поэтому я думаю, что это был чисто человеческий поступок. Вот, как пишет его биограф Ариан, среди македонцев, отправившихся на войну с Александром, были такие, которые поженились перед самым отходом. И Александр решил, что не стоит об этом забывать. Он отправил молодоженов из Карии в Македонию, чтобы они провели зиму с женами. И начальство над ними он поручил одному из своих друзей, Птолемею, сыну Селевка. И он им велел, когда вернутся домой, обязательно привезти с собой тех, кого смогут собрать побольше всадников и пехотинцев. Конечно, безусловно, одновременно решался вопрос набора, потому что армия уменьшалась и за счет оставленных гарнизонов, и за счет раненых, и за счет больных. Тем более, что с Игейского моря, как я уже сказала, поступали очень тревожные вести. Так, это слайд мы чуть попозже посмотрим. Вести по поводу того, что Мемнон, какое-то время ведь еще не знали, что он умер, вот-вот собирается захватить проливы. Войско Александра окажется отрезанным от Македонии, и, возможно, даже в войну включится сама Эллада. И вот в этот момент армия зимой сконцентрировалась в городе Гордии, в самом центре Малой Азии, где она отдохнула, переформировалась и, в общем, усилила свою мощь. И вот теперь, наверное, и стоит сказать несколько слов о том народе, который довольно приветливо и дружелюбно принял армию Александра, о фригийцах, поскольку о них мы еще не говорили, так или иначе упоминая уже о многих народах Древней Малой Азии. Вот сейчас этот слайд давайте посмотрим поближе. Мы его уже видели в той передаче, когда говорили о хетах, возможно, к древнем кавказском народе, который на какое-то время переселился с Кавказа сюда и создал первую великую державу. Держава, созданная индоевропейским народом. Но, как мы с вами знаем, около XII века хеты исчезли в неизвестном направлении. Ну, возможно, ушли на Кавказ, возможно, растворились в соседних народах. Это вот такая одна из загадок истории. И на место этих хетов пришли фригийцы, которые сами по себе, вероятно, сыграли очень значительную роль в падении хетской державы. Ну, во всяком случае, вот центр хетской империи стал довольно скоро, уже где-то в X веке, уже фригийским царством со столицей в городе Гордиан или Гордий по имени легендарного первого царя фригийского, которого тоже звали Гордий. Вообще, фригия была довольно мощным государством. В IX веке до н.э. она даже установила господство на Игейском море. Хотя о фригийцах мы знаем не очень много, и вообще история их появления в Анатолии ждет, наверное, еще своего исследователя. Мы только знаем, что фригия была довольно могущественным государством к VIII веку до н.э. И, наверное, это совпадает со временем правления вполне исторической личности царя Мидоса, хотя имя его вверено очень многими легендами, мы еще о них поговорим, но, скорее всего, это была реальная личность. Вообще, фригийцы, вот, нет, это сейчас чуть попозже, фригийцы были выходцами из Европы, ну, так, по крайней мере, многие считают. Они вообще отличались высокой культурой, вообще были очень образованными людьми, одним из них был вот тот, который мы сейчас увидим на экранах. Хотя, в принципе, это были земледельцы, ремесленники, но фригия дала миру немало выдающихся личностей, чьи имена дошли до наших дней, и имя человека, о котором я хочу рассказать, я думаю, знает каждый школьник, если он не круглый двоечник. Вот давайте мы посмотрим поближе этого человека. Это мудрец, баснописец Изоп. Легендарный совершенно человек, говорят, уроженец фригии. Жил он примерно в VI веке до нашей эры, но поскольку он был раб, то жил он не у себя дома, а при дворе лидийского царя Креза, очень богатого человека, человека, который завоевал, ну, почти всю Малую Азию. И вот при дворе у себя он держал в том числе и этого знаменитого человека, знаменитого даже еще в тот период, когда он был рабом. Говорят, когда Изоп приходил на базар, ну, что-то покупать, вокруг него всегда собиралась новая толпа послушать, что же он расскажет на этот раз. А сочинял он такие небольшие басни, наполненные очень глубоким содержанием и смыслом. Вот на одной из античных вас вы видите изображение, иллюстрацию своеобразную к басне о лисице. Сам Изоп был отпущен на свободу со временем, и, в общем, когда он стал свободным человеком, он был убит, казнен по решению жрецов за высмеивание богов. Вот пока он был рабом, кстати, ему ничего сделать не могли, потому что его наказывать должен был его хозяин, царь Креза, он его не наказывал. А как только он стал свободным человеком, его казнили. Вообще его имя, конечно, очень символично. Его произведения передавались из уст в уста, и они даже были записаны в десяти книгах. Правда, это собрание было утрачено где-то в IX веке нашей эры. Но затем один человек по имени Бабри изложил их греческими стихами, и, в общем, в принципе, почти все басни Изопа сохранились. Они были переведены выдающимися людьми на французский язык, например, Жаном Лафонтеном, а в России знаменитым баснопистом Иваном Крыловым. Кстати, на русский язык полный перевод басины Изопа был опубликован, полный перевод, в 1968 году. Так что вот несколько слов о фригийцах, как оказывается, одного из них вы хорошо знаете. Ну, а что касается самой фригии, вот давайте посмотрим поближе этот слайд, который может проиллюстрировать территорию этого древнего государства. Здесь есть и равнины, и горы. Так вот, начавшиеся где-то в XII веке нашей эры передвижения и греческих, и фракийских, и малоазийских племен имели своим последствием не только гибель хетской державы и заселение греками вот этой территории, но и привели к созданию довольно крупного государства, вот, может быть, первого такого в основе своей греческого, по сути. Ну, если, скажем, фригийцы были выходцами с Балкан, то они, скажем, очень близкие к грекам племена. Так вот, это фригийское государство, ядро которого находилось в долине реки Сангарии, ныне это река Сакария, сложилось не позже VIII века до нашей эры. Геродот, например, знаменитый местный историк, вообще был уверен, что фригийцы, выходцы с Балкана, называл их бригами, и даже говорил, что они жили когда-то по соседству с македонцами. Вот видите, как интересно, Александр пришел на землю фригии почти что к своим давним соотечественникам. Вообще, конечно, установить происхождение того или иного народа легче, может быть, даже не по мифам или басням, а по самому языку. Фригийский язык, как можно установить по сохранившимся надписям или по именам собственным, вот, например, Эзоп, это тоже фригийское имя. Так вот, скорее всего, язык этот входил в семью индоевропейской семьи, и действительно очень близок, родственен и фракийскому языку, и иллирийскому, то есть северу Балкан, и есть даже некоторые аналогии с греческим языком. Фригийский алфавит, которым пользовались на тот момент жители Фригии, был одной из разновидностей греческого. Некоторые исследователи даже находят родство фригийского языка с древнеармянским, с индоиранским языком, есть родственные черты с албанским, и с балтийским, и со славянским, и с фракийским. Ну, наверное, таких аналогий можно найти очень много, потому что вот даже готовясь к этим лекциям, я смотрела часто на современные названия Турции, и, например, нашла название городка Алания. Ну, наверное, когда-то туда приходили аланы, да? Или одно местечко называется Каунас. Каунас совсем как в Литве. Так что, я думаю, может быть, не стоит уж строить очень такие большие сравнения и параллели, но вот, тем не менее, на основе изучения языка считается, что около XIII века до нашей эры многие жители Севера Балкан пришли в движение, вторглись в Малую Азию через проливы, и в центре нового государства вот эти близкие грекам племена основали фригийское царство. Как мы уже с вами говорили в наших предыдущих лекциях, наиболее известным правителем этого царства был царь Мидас, и одна из легенд говорит, что он поплатился за свою жажду золота. Вот сейчас мы можем посмотреть развалины столицы, названной именем отца Мидаса I царя Гордия. Вот такие древние развалины того города, где когда-то перед решающими сражениями соединилась и отдохнула армия Александра Македонского. Но к этому времени фригия была уже далеко не могущественным государством, потому что лет за 200 до... да нет, больше. Наверное, лет за 300 до Александра, где-то в 7 веке до нашей эры, могущество фригии было уничтожено вторжением кемерийцев, кочевников из глубин Азии. Кочевники уничтожили и ту столицу Гордиум, которую вы видите на своих экранах, и само государство, которое больше так и не возродилось, потому что потом это государство завоевал лидийский царь Крес, вот почему Изоб был рабом. А потом уже персы, после падения их империи, земля Фригии вместе с остальными вошла в состав Македонского огромного царства, а потом маленького эллинистического Пергама. Мы о нем, может быть, как-то поговорим. Ну, а затем стала провинцией могущественного Рима под названием Галатия, потому что фригийцев иногда называли галатами. Наверное, я немножечко расскажу сейчас часть легенд, связанных с этой землей, потому что иначе будет немножко непонятно, почему же после долгого и трудного похода Зимнего Александра в первую очередь решил осмотреть достопримечательности древней фригийской столицы и в первую очередь знаменитый Гордиев узел. Ну, я думаю, что он, наверное, немножко не так, как мы, относился к легендам. Все древние люди верили в подлинность сказаний, и вот некоторые из них. Откуда взялся в древней фригии знаменитый Гордиев узел? За 700 лет до нашей эры фригию терзала страшная междоусобица. В тот период, да и не только в таких государствах очень важную роль играли оракулы. Это была такая особая каста представителей, которые жили при храмах и занимались пророчествами. Они толковали явления природы, вершили суд. Ну, мы с вами уже говорили, что даже Александр Македонский тоже очень обращал внимание на всякие такие предзнаменования. А вот в данном случае легенда говорит, что когда измученный смутой народ фригий обратился к своему самому известному оракулу, тот сказал, идите за городскую стену, и тот, кто первый встретится вам, едущим на повозке, тот и будет вашим царем и прекратит междоусобицу. И граждане, толпой выйдя из города, увидели действительно человека, который ехал на обычной крестьянской повозке, запряженной двумя валами. Это был крестьянин из пригородного селения, и звали его Гордий. Вот так он и стал царем. Ну, правда, Гордий подозревал, что он закончит свою жизнь царем, потому что, как рассказывает легенда, во время работ в поле на его повозку не раз садился орел, а орел – птица царская. Вообще, так или иначе, но Гордий, вот этот первый легендарный фригийский царь, был очень энергичным, деятельным правителем. Вот давайте мы еще раз поближе сейчас посмотрим слайд, который нам изображает развалины столицы, названной его именем. Царство при Гордии очень разбогатело, именно Гордий, кстати, построил эту столицу, названную его именем – Гордий или Гордион. И вот в главном храме, храме Зевса, поскольку это была очень эллинизированная территория, и здесь, в общем-то, конечно, были свои боги, но в основном античные. Так вот, в храме Зевса Гордий велел поставить ту самую повозку, которая привезла его к власти. Ну и для этого, как вы понимаете, было очень веское основание. Как повествует легенда, в храме было помещено и ермо. То есть это вот такой очень сложный узел, которым к повозке привязывали быков. Именно якобы вот на это ермо, сплетенное из лыка дикой вишни, не раз садился орел. Ермо было завязано очень сложным узлом, который никто не мог развязать, но, по-моему, даже и не очень пытался. Хотя вот была такая легенда, что человек, развязавший этот узел, станет, в свою очередь, правителем всей Фригии. Ну а потом, со временем, может быть, даже и всей Азии. Насколько это легендарный человек, но не будем сейчас говорить о повозке, хотя она действительно на самом деле существовала, ее видели очень многие люди. Вообще, ассирийские и греческие источники постоянно упоминают два имени фригийских царей – Гордий и Мидос. Скорее всего, это были просто два очень популярных имени, как у нас все время царь Александр, Николай, Николай, Александр. И вот там Гордий и Мидос. О Гордии мы немножко поговорили, теперь о Мидосе, вполне исторической личности. Скорее всего, это действительно был сын первого царя. С именем Мидоса связано уже несколько легенд. Вот как рассказывает Геродот, однажды бог Дионис, вот на следующем слайде, давайте посмотрим картину одного из художников Возрождения, который так и называется, Мидос и Бахус. Вы, наверное, знаете, что у этого бога вина и виноделия было несколько имен – Дионис, Бахус, Вакх. Так вот, однажды Дионис предложил Мидосу исполнить любое его желание. Дионис стоит, обнаженный, очень красивый юноша, а Мидос сидит в красной, с голубым одежде. Дело в том, что Мидос после некоторого времени вернул из плена богу его любимого сатира. И за это Дионис решил Мидоса отблагодарить любое желание его исполнить. И Мидос пожелал, видимо, если он был нежадный человек, то, по крайней мере, слабовольный, он пожелал, чтобы все, к чему он прикоснется, превращалось в золото. Так и случилось. Но в золото превращался и хлеб, и вино, и виноград. И в результате Мидос чуть не умер голодной смертью. Правда, Дионис все-таки его расколдовал, как рассказывает эта легенда. А на самом деле она отражает действительное богатство Фригии. Фригия была очень богатая страна. И знаете почему? Потому что там были золотоносные источники. Там были реки, но я не уверена, что именно в Марсе, но в некоторых реках там действительно можно было золото в песке намывать просто руками, каким-то ситечком небольшим. Золото можно было найти прямо в реке. Это была очень богатая земля. Так что этот миф, как и любой другой, он действительно может серьезному исследователю рассказать очень много. Другой миф рассказывает, что Мидос, очень известный в афрегийской истории и вообще в греческой мифологии царь, родился от отца Гордия и от богини Кибеллы, культ которой в Малой Азии был очень развит и потом даже перешел в Рим. Кибелла в Риме, да и в греческой мифологии, богиня фригийского происхождения, была очень близко по своим функциям Реи, богиня земли. И какие бы имена она ни носила, вот ее считали богиней земли, богиней плодородия. Но хотя, как и большинство богов Малой Азии и, по моему наблюдению, в Индии, вот эта богиня имела такие очень мрачные и страшные черты. Вот, скажем, в Илладе этого найти было невозможно. А в соседней Малой Азии, где опять-таки жило очень много греков или, скажем, племен балканского происхождения, почему-то вот те же боги иногда обретали поистине просто изуверские какие-то черты, что случилось, скажем, с богиней Кибеллой. Она требовала, во-первых, таких очень экстатических праздников, которые часто превращались в оргии, причем в оргии довольно кровавые. Вот во время этих праздников, посвященных Кибелле, жрецы наносили друг другу кровавые раны, а не афиты, то есть юноши, которые только посвящались в жрецы, оскопляли себя во имя Кибеллы, становились евнухами, а девушки приносили в жертву свое целомудрие. Хотя, конечно, наверное, на самих Балканах или в Риме Кибелла уже утратила такие мрачные черты, но в Малой Азии это была довольно кровавая богиня. Наверное, многие люди, которые видят вот такую скульптуру Кибелла на колеснице в центре Мадрида, это Мадрид сейчас перед вами, мало что знают о страшном культе этой богини, которая, по легенде, всегда разъезжала на золотой колеснице и были запряжены в эту колесницу дикие львы, пантеры и львы. Вот перед вами владычица гор, лесов и зверей. В мифах у нее был возлюбленный, необыкновенный красавец из Фракии, опять-таки, северный Балкан, Атис, который там по сюжету вынужден был оскопить себя, стать евнухом, и вот таким образом стал прообразом для жрецов этой богини, культ которой вообще носил очень аргиастический и зуверский характер. Где-то в III веке до нашей эры, во времена пунических войн, в период активной экспансии Рима на восток культ Кибелы даже пришел в Рим, как я уже сказала, ну и она стала там богиней посевов и жатвой. Вот эта богиня считалась матерью Мидоса, очень известного фридийского царя. А сам он, как я уже сказала, был героем двух мифов. Вот один миф о Дионисе и золоте мы с вами уже упомянули, а второй миф о боге Аполлоне. Бог Аполлон, по легенде, родившийся неподалеку от берегов Малой Азии, как-то наделил Мидоса за несправедливое судейство на музыкальном состязании ослиными ушами. Состязался сатир Марсей, такое полумафическое лесное существо, и сам бог Аполлон. Они играли на Афлейте и на Лире. И Аполлон играл намного лучше, но почему-то, как рассказывает миф, Мидос присудил первенство Марсию, сатиру. За это его бог нагрозил ослиными ушами, и Мидосу приходилось их все время прятать под знаменитой фридийской шапочкой. Мы еще ее обязательно посмотрим. Вот перед вами сейчас одно из изображений сатиров. Перед вами картина знаменитого довольно-таки швейцарского символиста XIX века Арнольда Беклина. Довольно противоречивого художника и реалиста, и романтика. Ну, как символический человек, он довольно много писал мифологических существ, в том числе селенов, сатиров или панов. Это, кстати, одно и то же название, которое можно назвать таких лесных духов. Помните, например, пана Врубеля, знаменитая довольно картина у нас в Третьяковке. Так вот, сатир Марсий, который в результате несправедливого судейства получил первенство в состязании со Спалоном, тоже был наказан. Его именем, как мы уже с вами говорили в предыдущей лекции, была названа река, самые крупные в Афрегии. И поскольку мы с вами говорим о мифах, легендах, об истории вот этого древнего государства, мне хотелось бы несколько слов, ну, вообще сказать вот о таких мифических существах, которые наполняют и греческие, и фрегийские легенды. Сами селины – божества, собственно, малоазиатской мифологии. Они оттуда пришли в Грецию. И в Греции они стали называться сатирами. В принципе, они не совсем похожи друг на друга, потому что, скажем, в лидийских, в афрегийских сказаниях селины, первоначально божества рек, источников и мест, изобилующих водой, богатой растительностью, они были такие очень умные люди, не люди, а демоны, очень много знающие. И вот их близость к водной стихии как раз и выражалась в конских атрибутах, в их наружности. Вот вы, наверное, видите, у него там ноги, копыта, уши, хвост, как у коня. Потому что конь – это обычный символ в античные времена всех божеств, относящихся к воде. Но вот у самих греков селины, превратившись в сатиров, стали носить такой очень довольно комичный характер. Хотя на самом деле это вот первоначально было не так. У греков они в основном стали соединять в себе как бы животное начало, низменное, в виде такого пьяного веселья бесконечного, а с другой стороны, серьезного начала, вакхического восторга, который проявлялся в музыкальном творчестве, в пророческом экстазе, поскольку вот эти самые сатиры или селены всегда были неизменными спутниками вакха, бога виноделия или Диониса. Вообще, по сказаниям, селены неохотно делились с людьми знанием будущего. Для этого нужно было его поймать, этого селена, и заставить рассказать что-то силой. И вот именно так и сделал Мидас. Вот сейчас я вам хочу показать античную скульптуру, которая так и называется «Селен Мидаса». Мидас поймал селена в своих садах и, смешав воду с вином, напоил падкого до вина селена допьина. Вот давайте мы поближе посмотрим этот слайд сейчас. Попав к царю во власть, селена, таким образом, будучи в нетрезвом сильном состоянии, открыл Мидасу сокровенные знания о природе вещей, поведал будущее. Но поскольку Мидас отпустил его на свободу, то получил вот за это своеобразный дар Диониса все превращать в золото. Вообще, местом рождения селены, играющего очень большую роль в сказаниях о Дионисе, считается место во Фракии, Фракийская низа, где он скормил, воспитал Диониса, которого посвятил во все знания и искусство, научив, между прочим, как считается, виноделию и пчеловодству, и жил с ним в теснейшей дружбе. Вот эти самые селены или сатиры, особенно в Малой Азии, считались изобретателями национальной музыки. А именно флейты и близкое отношение селены к малоазийской музыке как раз и доказывается мифом о Марсии, в честь которого названа река, и который вот таким образом проиграл в споре с Аполлоном. Вообще, на отеческой сцене, вот особенно в этом мифе, Марсия изображалась как представитель уже устаревшей к тому времени флейты, и она действительно в самом античном искусстве уже уступала место кефаре или лире, которая, по легенде, была изобретена самим Аполлоном. Вот в связи с этим и стоит как раз миф о суде Аполлона над Марсией. На следующем рисунке я вам хочу показать такую небольшую иллюстрацию к этому мифу. Он рассказывает о том, что еще сама богиня мудрости Афина изобрела флейту, но бросила ее как негодный инструмент. Перед вами, кстати, античный рисунок. А вот Марсия, сатира или селенная, но здесь вполне человеческими ногами, подобрала эту флейту. Афине она очень не понравилась, потому что для игры на флейте нужно раздувать щеки. Воздуха много в себя вдохнуть, щеки раздуть. А, между прочим, греки считали, что все, что искажает лицо, а гнев, чрезмерная радость, пьянство или раздувание щек – это все очень недостойно человека, между прочим. Поэтому флейту Афине не понравилось, никакого раздувания щек. А вот Марсий подобрал эту дудочку и довел игру на ней до такого же совершенства, что осмелился вызвать Аполлона на состязание. И, как я вам сказала, судьей был царь Мидас, фригийский царь, который, будучи близким по духу именно селену Марсию, произнес приговор в его пользу. Но сам-то Мидас получил, вот видите картину, изображающую суд царя Мидаса, сам-то Мидас за это получил только ослиные уши. А вот нежнейший бог Аполлон в нашем представлении, но, правда, греки говорили, что бог бывает в ярости очень страшным, и его взгляд тогда может выдержать только его отец, сам бог Зевс. Так вот, по легенде, Аполлон содрал с Марсия кожу живьем. Вот вы сейчас видите перед своими глазами картину, посвященную как раз этому сюжету. Из крови селены или из слез нимф, которые оплакивали долго гибель своего любимца, и образовалась река, главная река в Африке, которая носила имя этого несчастного селена, или сатира река Марсий. Вот на этой реке, по преданию, как я вам уже сказала, жили многочисленные греческие нимфы. Не удержусь, чтобы не показать вам две замечательные картины довольно известного английского художника Уоттерхауза. Джон Уоттерхауз жил во второй половине XIX века, англичанин, родившийся в Риме. Именно, наверное, там он навсегда полюбил античность. И вот его картины, посвященные античным сюжетам, отличаются необыкновенной тщательностью выписывания каждой детали. Вот сейчас перед вами картина, которая называется «Нимфа» или «Нереида». Нимфы – постоянные спутницы сатиров или селенов, вот такие мифические существа, которые, согласно мифологии, как раз населяли Великую Фригию, с греческого и переводятся как «невесты». Нимфа – невеста или юная дева. В древнегреческой мифологии это женские божества природы, которые жили в лесах, морях, источниках. Но считались они дочерьми Зевса. Нимфам приносились жертвы в пещерах, у источников. Их очень часто, кстати, изображали и в античности, и в скульптуре, и в живописи. Они всегда были такие вечные, юные, прекрасные девы. Жили они, если не вечно, то, по крайней мере, очень долго. Но считалось, что тот, кто их увидел, мог ослепнуть. А если кто-то увидел их на Гиме, так и вообще умирал. Вот сейчас следующая картина, перед вами тоже работа Уоттерхауза. Она называется «Гиллос и нимфы». Гиллос – герой очень знаменитых греческих мифов об аргонавтах. Красавец, любимец Геркулеса. Он был действительно участником похода аргонавтов. Вот однажды пошел за водой для своих товарищей и увидел резвящихся нимф. Нимфы были поражены красотой этого юноши, подманили его. И когда он нагнулся, чтобы начерпнуть воды, они его схватили за руку и увлекли на дно в свой грот. С тех пор он там и живет, и напрасно очень долго искал его Геракл. Вот немножечко, так скажем, из мифологической истории, поскольку Великая Фригия, о которой мы с вами говорим, непосредственно связана с такими многочисленными представителями греческих мифов, как нимфы, нереиды или сатиры. Вообще, нимфов греки делили на 9 видов. Там нимфы деревьев, лугов, болот, долин, рек, морей, горы и даже сожженных деревьев. У нас, может быть, им немножко в русской мифологии соответствуют русалки. Кстати, я не удержусь, чтобы не провести такую некоторую разницу. Уверена, что большинство из вас не знает. Вообще, русалка – это утопленница. А вот в настоящей средневековой мифологии то существо, которое обычно средний человек подразумевает под русалкой, то есть девушка нормальная, но с рыбьим хвостом, она вообще называлась очень смешно – фараонка. Вот уж откуда русские крестьяне знали такое слово, я не берусь утверждать. Но русалка – это утопленница, а вот девушка с рыбьим хвостом – это фараонка. А в Греции это нимфы или нереиды, которые в большинстве в своем жили на территории Великой Фригии. Ну, это вот такие очень красивые мифы. А на самом деле я хочу сказать, что в жизни это все было гораздо печальнее. Потому что в конце VIII века до н.э. как раз при Мидосе, вполне реальном человеке, сыне Гордии, сильное фригийское государство начало испытывать очень серьезные затруднения. Сначала ее военным противником выступила Ассирия – великая и очень грозная держава. На нее обратили внимание, но оказалось, что опасность пришла совсем с другой стороны. Дело в том, что вот этой страшной опасностью стали кемерийцы – степные кочевые племена из Северного Причерноморья. И именно от них в начале VII века до н.э. фригийцы потерпели совершенно сокрушительное поражение. И даже сам царь Мидос, потеряв всякую надежду на спасение, покончил жизнь самоубийством. Вот не мифический, а реальный царь Мидос. Вообще, несколько слов о кемерийцах, которые очень часто упоминаются в античных источниках, так или иначе. Ну, буквально два слова. Кемерийцы были ираноязычными племенами. Населяли они, как я уже сказала, северо-восточные Причерноморья. Упоминаются даже у Гомера в его Одиссеи. Такой некий легендарный народ, который живет где-то там на крайнем западе, куда не проникают лучи солнца. Возможно, их название происходит от финикийского слова камар или кемер, что значит темный. Или, возможно, от греческого слова кемер, что значит зимний. По легенде, они жили возле Кемерийского пролива, ныне это Таврический, вернее, простите, сейчас это Керченский пролив. Вот с берегов своего Керченского пролива они были изгнаны скифами, очень грозным противником. И поскольку вынуждены были переселиться, то сначала они переселились во Фракию, а потом, соединившись с фракисами, пришли грабить Малую Азию. И вот уничтожили Фрегийское царство, осаждали даже город Эфес, о котором мы с вами довольно много говорили. Потом они куда-то делись. Возможно, они сами погибли во всех многочисленных войнах. Правда, некоторые исследователи считают, что кемерийцы где-то около 7 века до нашей эры соединились со скифами, напавшими на Переднюю Азию, разгромили Осирию, дошли до границ Египта. Но самое печальное, что во всем этом водовороте погибла Великая Фригия, которая занимала некогда центральное положение между Западом и Востоком, поэтому фригийцы считали свою страну центром Земли. Ну вот на этом мы пока с вами закончим наш рассказ о том, как в центре Земли Александр разрешил очень трудную для многих задачу и разрубил гордиев узел. Мы с вами поговорим уже в следующей лекции. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...